В этой части нашего 100% прохождения игры Kingsfield мы с вами отправимся на этаж под номером 3, создав мост через эту пропасть. Для этого я также взял уровень 33, чтобы мы чувствовали себя там уверенно. Но прежде чем мы туда пойдем, я еще нашел дополнительные диалоги у персонажей на первом этаже. И сейчас давайте сходим, прочтем их, а потом отправимся вперед. Но, кстати, походу еще несколько дел мы с вами сделаем. Вот зеленый драконий посох, который мы нашли, он имеет способность телепортировать нас к началу уровня. Воспользуемся этим, это удобно. А теперь встанем на телепорт и попадем на первый этаж. Здесь также сразу воспользуемся посохом. Сейчас мы попадем в самое начало игры. Кто-то, может быть, на момент вспомнит первую часть, как все начиналось, как мы с того момента выросли здесь качественно. Так, и новый диалог у нас появился у того солдата, что сидит у камина. В магазине света нет, не выявлено. По пути зайдем еще за пополнением маны. Она тоже, конечно же, нам пригодится на третьем этаже. И я упомянул несколько дел. Что это такое? Это несколько сундуков на втором этаже, которые мы откроем перед тем, как пойдем на третий. Но третий, уверяю вас, будет интересным. Так, а что у меня стоит за магия? Кстати, да, появилась магия лечения яда. Нейтрализует яд. У меня стоит лайтнинг болт. Ну, пусть будет. Вот этот парень поведает нам кое-что новое. Рэндальф восьмой, предположительно, был убит предыдущим королем. Если этот ужасный слух верен... И дальше только многоточие. Видели, бак интересный. Мы как-то сквозь дверь смогли посмотреть. Так, лабиринт ветров находится на третьем этаже. После воскрешения нашего бывшего короля он полон монстров. Если пойдешь туда живым, никогда не выберешься. Берегись. Будем осторожны. Но нам неизбежно нужно идти на третий этаж. И ниже. Мы уже поняли, что чем ниже, тем хардкорнее и сложнее. Это все, кстати. Что он нового нам говорит на этом этапе игры. Можно даже удостовериться. Да, пока это все. Теперь мы к нему вернемся после достижения прогресса на третьем этаже. Сколько у нас денег? 14 тысяч. И сколько у нас вот этих вещей? 5. Давайте еще одну возьмем. Я хочу разрывать третий этаж нашими мощными кастами. И для этого понадобится мана. Каждый раз бегать ее сюда восполнять, конечно, можно было бы. Но не зря же мы гриндели. Распользуемся более быстрым способом восстановления. Будем кушать фрукты. Так, теперь я направляюсь к священнику. А потом к тому парню, который там копает могилы. Ну а если уже быть точным, расхищает их. Мы с вами узнали правду о нем. Очень хочется поскорее найти зеркало истинно, так как на третьем этаже тоже будут новые противники. И о них нужно почитать. Значит, у него новых реплик нет. Но я на всякий случай покажу. Но проверено. Друзья, тут вы знаете, что все проверяю по несколько раз. То же самое, что было, когда мы последний раз его посещали. А вот священник нам поведает кое-что новенькое. А так. Его высочества, епископа больше нет рядом с молитвенной башней. Но, к счастью, ее святая сила все еще здесь. Давайте еще что-то спросим у него. Поскольку в королях течет кровь сильного клана демонов, на протяжении поколений они держались подальше от духовенства. Иногда они доходили до того, чтобы угнетать нас. Ну да, мы помним, что он даже из-за угнетения сбежал сюда, на кладбище. У него это все. И теперь идем к копающему могилы дядьке. Так. Как бы нам быстрее к нему попасть. А то я пошел этим путем. Так. Вот же он. У него тоже есть несколько для нас новостей Внизу полно монстров Особенно на третьем этаже Расхитители могил не будут даже соваться туда Даже если вы найдете предмет, который не покажется вам ценным Он может стоить больше, чем вы думаете А если вы просто скажете, что он ничего не стоит и выбросите его Позже вы пожалеете об этом Ну, говорить так не будем торопиться Это все, друзья Теперь идем на второй этаж Помните, на втором этаже у нас был сундук До которого непонятно было, как добраться Нам, конечно, не терпится узнать, что там лежит Да, кстати, есть у нас такой камень Который называется так же, как поселение Вердайт Вот он, такой красивый камень Он повышает нашу магическую силу Но я пока не буду его использовать Чуть позже использую Там пока, в принципе, хватает Не сюда Первый и второй этаж Выучил я уже хорошо Понятно, что есть еще запечатанные двери Понятно, что я могу еще обнаружить какие-то секретные проходы И я помню, что у нас остаются закрытые двери и сундуки Но вот на текущем этапе То, что нам доступно Уже изучено И, как видите, ориентируюсь без карты Собственно, на втором этаже тоже Так, теперь идем за сундуками После всех событий, которые с нами произошли уже в игре Kingsfield Эрик ушел отсюда Теперь комната пустует Я вначале даже подумал, что это баг какой-то Захожу, значит, узнать какие-то новые диалоги А его нет Заволновался Загружался Но потом выяснилось, что оказывается Так задумано Так, первый сундук Находится в секретке в этом направлении Пойдем сюда Ребят, надо глушить Таким вот образом Кто-то говорил, что кровавый камень Излечивает от всяких недугов Но смотрите В Use Item То есть в меню использования предметов Кровавых камней нет Они есть только В меню Drop Item И их можно бросить Я помню, да, этот комментарий Сейчас Так что, может быть, вы дополните его Если это действительно так И это не миф То каким образом его из этого меню можно использовать Потому что там его можно только дроп Странно Я наступил на ловушку А при этом Не получил урон Так Кто-то там фыркает Я скоро приду Очень классно пускать эти штуки Чтобы они вот так накрывали там все Да, иногда и самому Самому можно урон получить Но он Небольшой И вот Пока идем Тоже сообщу вам Информацию Ее написал Новый подписчик Макс Который случайным образом Вопал на канал Из-за Айона Но это уже другая история О том, что Каждое оружие Имеют свои Связки И всякие способности Ну не каждое Нет, это ошибка Это неправильно сказал Некоторое оружие Имеют свои Способности Вот как Так, кстати Здесь секретный проход Вот как шпага С помощью которой Я пускал Сразу много Игл света И вот смотрите Здесь Сундук А2 К тому нам пока Не подступиться Хочу на этом месте Вам показать еще Как работает Этот посох Друзья Который показывает Скрытые проходы Давайте Используем Но я потом Загружусь Так, а здесь С этой стороны Его Нет смысла Юзать было Но он Как Эти Ночного видения Очки Вот с этой стороны Надо юзать Где стены Вообще Вообще Конечно Учитывая Что у нас На эмуляторе Есть возможность Сохраняться Мы можем Юзать его Сколько угодно Раз И загружаться Вот Вот так он Показывает Таким миганием Скрытые проходы Но везде По разному Бывают И другие Мигания Я сразу Задумался О том А все ли Скрытые проходы Он может показать Или есть такие Которые даже Посох Не видят Если все То Это вообще Очень сильно Упрощает Нам Задачу Открыть Здесь Все секретные Места Так Еще был Чай Как раз Наливал Его горячим Оптимальная Температура Пока Мы с вами Немного Здесь Размялись Так Как видите Я иду сюда На Королевское Кладбище И если вы Помните Эрик Говорил нам Такую штуку Что он Видел Как Поэт По моему Пошел По невидимому Мосту И это Его очень Удивило Так вот Я Долго Думал Как же нам Попасть К этому Сундуку И Применял Здесь везде Арху Но Здесь Действительно Есть Невидимый Мост Вот Пожалуйста По нему Можно пройти С него Можно и Упасть Даже Продемонстрирую Это Он не Широкий Друзья Посмотрите Если чуть В сторону Дать Хотя Довольно Широкий Но Здесь Уже Обрыв Так Советный Сундук Он Не Закрыт В нем Лежит Вот Такой Мунчарм Я не знаю Что это Такое Давайте Посмотрим Так Какой-то Предмет Видимо Его можно Экипировать Вот здесь Да На что Он Влияет Сейчас Тоже Вместе Посмотрим Давайте Зайдем В статус Посмотрим У нас Есть 5 На Holy Magic 1 5 2 5 14 12 8 003 Ну Так Все Сразу Конечно Не Запомнишь Смотрите Dark Magic 7 Стало Внизу Видите Но Это Защита Это Дефенс Вот Так Что Ну Давайте Хотя Мы Болтом Бьем Ну Тоже Уровень у нас Серьезный Я думаю Что мы Все равно Будем Суперразовый Выбивать Этим Болтом Сейчас Посмотрим Пока Походим С этим Новым Аксессуаром Этих Так Точно С первого Раза Так Теперь Можно Смело Телепортироваться К началу Два Сундука Мы Еще Взяли По Поводу Того Сундука Который Был В секретке Второй Я Пока Решаю Вопрос С ним Так К нему Просто Не пройдешь Там Падаешь В обрыв Но Возможно Мы Где-то Нажмем Кнопку Которая Этот Обрыв Закроет Либо Найдем Какой-то Предмет Который Нам Позволит Миновать Его Ну Типа Арфы Арфы Я кстати Пробовал Там Применить Не Сработало И Возвращаемся Сюда Откуда Начали Время Ити На Третий Этаж Так Хочется Потереть Руки В предвкушении Что же Ждет Нас Здесь Ну Во-первых Новый Саундтрек Может быть Не новый Но Другой Так И Теперь Надо Выстроить Нашу Модель Исследования Я Сделаю Здесь Сохранение Первых Врагов Мы Здесь Уже Понесли Призраки Ну Я Пошел Чтобы Да Немножко Осветлить Мана Закончилась Вот Для этого Я и Покупал Эту Штуку Хочется Просто Побомбить Весь Третий Этаж Этой Магии Я понимаю Что это Овер Мощно Но Это Овер Кайф Так Вот По Карте Я Сейчас Отправился Вниз Начнем Исследование Отсюда Зона Поражения Конечно Крутейшая Так Дверь Закрыта Странно Что при Использовании Ключа Нас Не Понял Я Я Дропнул Ключ Не Понял Похоже Я Дропнул Ключ Друзья Ну Ка Ну Да Бывает Ошибочка Вышла Не Надо Дропать Ключи Которыми Нам Еще Предстоит Тут Открывать Что-то Ну Классно Что Игра О А что Вас Теперь Двое С каждым С каждой Загрузкой Будете Умножаться Что-ли Так Еще Раз Нет Ничего Сюда Не Подходит Здесь Нам Пока Не Пройти Кушаем Так Ну Там За Ловушкой Может Быть Есть Какой Секретный Проход Я Всегда Такие Вещи Проверяю Мумия Нам Тянет Свои Подгнившие Уже Откровенно Руки После Вспышки Наши Конечно Же Падает Там Еще Мумия Так А здесь Телепорт Смотрите Ну Мы Недавно Записывались Быстро Посмотрим Это Наверное На Первый Этаж Туда Помните Закрытой Двери Да Вот Они Эти Надгробия И Здесь Должно Быть Оружие Которое Давным Давно Дропнулось Из Скелета Забираем Его Эта Дверь Закрыта Ключа Подходящего У нас К ней Нет Вообще Конечно Попасть Сюда Если Мы Скелетов Вначале Магии Не Убиваем И Не Прокачиваемся Это Попасть В мясорубку Из которой Можно И не Выти Живым Так Это Не Запланировано Уже Было Я Что Подумал У нас На Втором Этаже Еще Остался Там Маг Помните Который Нас Обучал С Ним Надо Еще Поговорить Вернемся К нему Не Сейчас Сейчас Пока Продолжим Исследование Третьего А Потом Вернемся Так Здесь Вот такая Комната С Колодцем В бочке Сразу Две Травы Одна Лечебная Другая Лечащая Яд Еще Трава С Колодцем Взаимодействовать Нельзя Так И Сейчас Мы Вот Тут Двинемся За Карту Да Освободите Пожалуйста Вот Она Скрытая Дверь Это Наша Первая Скрытая Дверь На Третьем Этаже Не Последняя И здесь Еще Одна Запечатанная С Логотипом Дракона Огромная Такая Кирпичная Дверь Как вам Такое Кирпичные Двери Знаете Там Бывают Предлагают Металлопластиковые Там Пластиковые Металлические Бронированные Деревянные А вот Кирпичные Редко Предлагают Надо Тоже Вводить На Рынок На Каждом Этаже Мы Такую Дверь Нашли Из Тех Этажей Которые Мы С Вами Уже Изучали Кто Их Запечатал И Как Снять Эту Печать Пока Не Известно Но Будем Узнавать Конечно Ж Собственно Там Все В нижней Части Пойдем Дальше Так Здесь Есть Два Поворота Направо Раз И Вот Тут Два С Какого Начать Давайте С Первого Тут Большое Кладбище И Наш Старый Приятель Эрик Он Теперь Здесь Друзья Так Изучив Каждое Надгробие Убеждаемся Что Все Они Пустые Аж Три Лечебные Травы В Одной Бочке А в Этой Антидот И Еще Один Кровавый Камень Так Эрик Нам предстоит Многое узнать От тебя Но ты Пожалуйста Сойди До Того Трупа Мы Хотим Тоже Его Еще Изучить У него Здесь Можно Сохраниться Он Вообще Любит Пребывать В таких Местах Где Можно Сохраниться Может Это Паладин И Он Тут Совершает Молитвы Погоди Да Смотрите Еще Один Посох Призрачный Также Здесь Есть Еще Лекарственная Трава Ну А Теперь К Тебе И Он Говорит Эй Ты Зашел Так Далеко Неплохо Это Кладбище Рэндальфа Восьмого Который Был Королем До Нашего Последнего Короля Здесь Много Сокровищ Но И Монстров Тоже Много Так Что У меня Проблемы С Их Сбором По По Крайне Мере Ты Уже Добрался Сюда Давайте Попробуем Не Сильно Далеко Отходить А Вот Так Может Это Сразу Поможет Нам Новый Диалог Вызвать Точно Помогает Ты Не Можешь Попасть В Молитвенную Башню Потому Что Епископ Запечатал Ее Чтобы Сдержать Монстров Внизу Она Связана С Подземным Лабиринтом Темных Магов Оп Я Рад Что Них Можно Хотя Нет Это Все Тоже Уже Обрадовался Чуть Чуть Подальше Есть Четыре Атрибута Вода Огонь Земля И Ветер У Мудреца Есть Атрибут Воды У Короля Который Был Перед Нашим Последним Королем Огонь Говорят Что Камни Печати Пропускают Силу В Башню Я Искал Камни Печати Но Я Не Знаю Где Они Ну Мы Уже Кстати Нашли С вами Несколько Камней Если Вы Помните Даже Напомним Это Камень Воды И Камень Земли Камень Печати Воды Земли Так Про Четвертый Этаж Да Раньше Был Магический Портал На Четвертый Этаж Но Темный Маг Запечатал Проход И Вы Больше Не Можете Им Пользоваться Значит Будем Еще И Проход Распечатывать Ты Куда Исчез Не Пропадай Так Рядом Есть Еще Один Волшебный Портал Но Лучше Не Использовать Его Потому Что Всех Кто Войдет В него Больше Никогда Не Увидят Это Он Видимо Про тот Портал В который Мы Сейчас Ходили Там Где Всех Скелетов Уже Перебили Такой Портал Ловушка Для нас Оказался Портал Награда Которая Выпала Из Скелета Читаем Дальше Что Касается Короля Который Правил До Нашего Бывшего Короля Его Магическая Мощь Была Сильной И Прошлый И Нынешний Короли Боялись Его Но Кроме Этих Двоих Были Люди И Солдаты Которые Считали Его Добрым Я Уже Начинаю В этих Королях Путаться Подземный Лабиринт Темного Мага Настолько Огромен Что Мне Едва Удалось Выбраться Живым Там Было Так Много Големов Что Я Больше Никогда Не Хочу Возвращаться Туда С Големами Земли У нас Проблем Нет Если Там Будут Они Значит Мы Все Зачистим И Ты Сможешь Вернуться Сюда Эрик А Пока Расскажи Нам Что Еще Интересное Темный Маг И Черный Рыцарь На Четвертом Этаже Были Помощниками Бывшего Короля Когда Бывший Король Умер Они Сделали Себе Могилы На Этом Этаже И Стали Там Жить Похоже Они До Сих Пор Не Умерли Кто Задумывается Где Ему Жить Можно Сделать Себе Могилу И Жить Там Так Ну И Коротенькое Сообщение Это Последнее Сообщение Которое Мы Можем От Него Получить На Этот Момент Он Говорит В Любом Случа Давайте Позаботимся Друг О Друге Хорошо Давайте Так Здесь Мы Все Исследовали Нашли Еще Один Phantom Road Ух ты Тут Как Будто Проход Ну Хотя Куда Он Может Вести Если Это Просто Да Вот Это Опора Давайте Пойдем Дальше Смотрю Они Там Респаунятся Нам Скоро Некуда Будет Уже Ложить Траву Да Ядовито Все Ядовито И Похоже Здесь Нет Никаких Секретных Дверей Просто Такой Ядовитый Тупик Вот так По карте Он Выглядит Так Друзья Я думаю Все Так Пока Мы Далеко Не Отошли Быстренько Сбегать Поговорить С Волшебником На втором Этаже И Потом Уже Двинем Дальше На Исследовании Не Хочется Ничего Пропускать Быстрее Подкатывай Чуть Не Упал Помните Напоминание О том Что Те Кто Не Знают Истину Не Входят Сюда Точнее Требования Чтобы Они Не Входили Сюда Ух Тут Сразу И Жнеца Накрыло Это Мне Нравится Поведай Что 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 У Тебя Еще Интересного Темный Маг На Четвертом Этаже Используют Злую Магию Земли На Солдатском Кладбище Была Построена Земная Святыня И Мертвыми Манипулируют Так Недалеко Отошли Ты Вроде Не Исчез Скажешь Что Новое Да Отлично Бесполезно Пытаться Победить Эфирное Тело Темного Мага Чтобы Победить Его Вы Должны Сначала Найти Его Физическое Тело Во Как Так Ну и Насколько я помню Это последний у него Новый диалог Который мы можем получить сейчас Вердайт Красивый камень Поэтому Стране было дано Такое же название Кроме того Он обладает способностью Увеличивать Магическую силу Вот теперь Друзья Я использую Вердайт Я не использовал Его тогда Потому что Думал Вдруг Этого Диалога Не будет Если у нас Не будет Вердайт В инвентаре Так что Давайте Посмотрим Наш статус Так Вот у нас Здесь Мэджик 93 И И И МП 382 Теперь Мэджик 94 На Одну Яйницу Повышает Кстати Про МП Ну да Я с 382 Скал Мне почему-то Показывалось Что я Первый Показатель Сказал Который Текущая Показывает Количество Очков Маны Ребята Я Прохожу Чтобы Собрать С вас Дроп А не Чтоб Сражаться Там У нас Листочек Лежал В том Уголке Это Я Помню Уголке Тут храмовая музыка такая. Так, вот я должен был тоже, вообще-то, уйти, я вон из тебя дамаг получил. Это вас много. Жалко тратить дорогую ману на такую мелочь. Посмотрите, в какой комнате мы находимся. Здесь два пути направо и вверх. Так, надо уже кушать еще. Драгон три фрут. Кушаем. Это что с тебя выпало? Мунстоун. Неплохо. Я слышал, они в цене. Я читал. Так, молитвенная башня. Ой, что-то, видно, молился и не помогло. Тут скелетон на входе. И здесь запечатан проход пока. Хорошо, сейчас мы исследуем предыдущую залу и пойдем тогда дальше. Так, тут висит груша, нельзя скушать. Туда мы, очевидно, попадем позже. Прыгать наш герой не умеет. Как и карабкаться, взбираться на вот такие уступы. Не научился пока. Направо там больше всего, поэтому я начну отсюда и пойду налево сначала. Вот здесь. Что заинтересовало? Арфу вообще можно использовать не везде, друзья. Даже давайте это сделаем для эксперимента. Отойдем. Пробуем использовать арфу. Здесь юзается. Ну, в общем, к чему я это все? Что не везде ее можно юзать. Иногда просто пишут, что... Вот. Нельзя. Ну, вот в этом месте, где есть огромный обрыв, она юзается. Я ее практически на каждом... Лучше сохранюсь, а то еще сорвусь. На каждом квадратике юзал. Однако не обнаружил, чтобы где-то появился мост. Может здесь какой-то не... Так, а здесь нельзя уже. Вот здесь. Здесь можно. Но никакой невидимый мост тут не появляется. Хотя меня этот обрыв очень заинтересовал. Не исключаю, что здесь может быть какой-то секрет. Если вы что-то знаете, делитесь. Я также продолжу изучать это место. Вот тут, по-моему, кстати, тоже арфа срабатывает. Нет, нет. Уже нет. Так. Поднимались и небольшой поворот. Зайдем сюда. Двигаюсь под стенкой в поисках секретных проходов. Первее, чем он выпускает фаербол. Вот так. Глухануло. Там не только его глухануло. Там еще голем свалился. Здесь... Ой, ребята, ребята, как... Вы хорошо стояли. Здесь постамент. И сюда нужно вставлять печать огня. Но у нас, к сожалению, печати огня нет. Пока что у нас только воды и земли. Будем знать. Так, так. Как нам поведал Эрик. Четыре печати есть. Две уже мы заполучили. Остальные в поисках, в процессе. Так, возьмем. Хорошо. И здесь место для еще одной печати. Големов мы эпично сокрушили из того окна. Тут, кстати, вот горит пламя. Может, там какой-то секрет. И как-то туда можно пройти. О! Это мы можем использовать. Используем. Все. Печать земли встала. Камень печати земли встал в свое нужное отверстие. И пока в этом направлении... Я так понял, что нечего делать больше. Пойдем в том направлении. Ну, музыка тоже под молитвенную башню подходит. Ничего себе. Тебя не было, когда мы шли сюда. Это кто тебя прислал? Ну, кайфово, да? С этой способностью проходить этаж, согласитесь. Просто класс. Так, сейчас... Друзья, давайте сходим в эту дверь. Здесь закрыто, запечатано. И по двум сторонам ловушки. Однако, как вы знаете, благодаря нашей прокачке мы можем впитать некоторый урон от этих ловушек. И вот так вот пройти. Здесь тоже, кстати, пройти нельзя. Так что придется еще раз впитать. Где мы находимся? Вот эта квадратная комната с ловушками. Так, это уже вторая такая запечатанная область. Здесь секретный проход. Вот этих ребят. Вот я хочу оставить их, не убивать. Почему? Потому что, когда мы найдем еще одно зеркало истины, прочитать о них. А то вдруг их больше не попадется нигде. Поэтому... Так, во-первых, посмотрим, где мы. Ага. То есть, этот секретный проход не к секретке, а к дальнейшей карте. Так, тут я магию не использую, потому что она накроет всех. Просто весело будет всем. Так что начнем с вами работать индивидуально. Знаете, индивидуальный подход к каждому прохождению. Да кто там гасит? Так, я сейчас его туда накину. Там... Все, успокойтесь. Здесь, смотрите, еще один к Найтс Ворлд. Какой-то там уже, не знаю, может четвертый по счету. И пока тут тупик. По карте это вот здесь, друзья. Может быть, не стоило пока сюда идти. Там же еще были проходы. Что это такое? Так, не-не-не, господа. Я вас уважаю. С уважением еще и парализует. Причем качественно парализует. Кто бы еще это все терпел вам, кроме меня? Ну, я хочу знать истину о вас. Ой-ой-ой, они могут друг друга, оказывается, дамажить. Это интересно. Но они так встали, что я теперь пройти не могу. Давайте отойдем чуть-чуть. Пусть разойдутся. Вот так, да. По местам, по местам. Так, там. Во-первых, вот тут есть такой проход. Смешно тебе? Ребята сами себя ранят, а ты смеешься. За такое карающая длань утренней звезды. И опуститься на тебя. Так, сундук свердай там. Шикарно. Используем. И теперь у нас 95. Магия. Лучше второй раз всегда сундуки проверять. Вот увидеть уже надпись Empty. Тогда быть спокойным. Вот такой вот желобочек по карте тут есть. Мы сейчас его с вами исследуем. Ну тут только ящик. В этом конце. Хватит друг друга. Может быть они так согревают друг друга. Может им холодно. Я не знаю. Ничего себе. Так, если у вас тут есть парочка. Наверное, я лучше тех оставлю. Сможем их слушать. Как по команде просто сложились. Это у нас, друзья, королевская могила здесь. И, ну, передние камеры. Или как бы, типа, покои передние. Что-то такое. Ну-ка. Запечатано. Ага. Давайте попробуем ключи. Наверное, ключи не работают там, где запечатано. Да, ключи не работают. Тогда, возможно, позже. Так, а что тут у нас? А тут Рэндальф. Восьмой. Кладбище. Далеко было, да? Там все равно. Нашло свою цель. Ой, видимо, все-таки я рановато сюда. Пойду там. Помните, был еще проход? Я так проскочил. Давайте вернемся. С этой стороны идентичная. Ловушка совершенно. Везде придется принимать урон. Пойдем дальше. Еще один фрукт. Узнаете место? Вот эта связь. Можно сюда вот так попасть. Не страдая там от той ловушки. Так, а здесь вот еще один секретный проход. Который содержит сундук. Сундук закрыт. Так. Есть, один из ключей открывает. Так, ну это уже третий, похоже, тоже. Топорик такой. И вот еще. Секретная дверь в секретной двери. Так что не пренебрегайте тем, когда вы попадаете в секретные области. Не пренебрегайте тем, друзья, чтобы исследовать все стены в них. В них могут быть еще секретные проходы. И вот такой вот меч, который называется тройной клык. Трайпл фэнк. Фанк. Скорее экипируем. Новое оружие. Так, а чего у нас одна? Одна у нас шпага, да? Супер. Посмотрим, как будем валить этим ничем. Я думаю, еще эффективнее. Хотя у нас и так уже была максимальная эффективность. Все уходили с удара. Что там по характеристикам. 7, 3, 4. Есть еще секретные проходы. Все легли и успокоились. О! Водяной камень. Вставляем. Два мы вставили. И два нам еще предстоит вставить. У нас их пока нет. Так, я продолжаю двигаться под стенкой, потому что сейчас мы нашли просто прекрасный секретный проход. Ну, а здесь ветра. Печать. Понятно, да? То есть он такой симметричный. Этот храм. Башня эта молитвенная с двух сторон. Выбора нет. Нам нужно идти туда, где мы были и искать оставшиеся два камня. Ну, в этот раз мы пойдем туда быстрее. Просто упав здесь, не получая урон там. Так, ты хочешь, да? Далеко пошло. Только не убей мне тех рыцарей. Слушай, я все равно убил, это хорошо. За рыцарей я переживаю. Скажите, что с ними все в порядке. Ну да, тут должно быть все в порядке. Да, вот они. Вот они, наши ребята. Ну что ж, на этой позитивной новости сегодняшняя часть завершена. В следующем мы продолжим исследование третьего этажа. Поэтому, друзья, не пропускайте. У нас там Рэндальф восьмой. Помните? Там много интересного. Я вас жду в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова